Добрый день друзья, с вами канал Вдали от города и я Нина Коновалова. Сегодня я хочу с вами поговорить о томатах и поговорить о самых важных двух подкормках, которые необходимы для этого овоща, чтобы урожай сохранился и даже приумножился. Эти два метода подкормки идеально подходят как для тепличного роста, так и для выращивания помидоров в открытом грунте. 7 июня, смотрите у меня уже перчик есть, этот перчик красный сорт, вот перчик желтый сорт. Вот, пошли баклажаны, но уже один большой, первый созревший я срезала маме. Но давайте вернемся к нашим томатам. Напоминаю, что я делюсь собственным опытом и собственными знаниями. Я рассказываю все то, что мне помогает сохранять и собирать хороший урожай, и возможно это кому-то из вас тоже поможет. Значит, о чем я хочу с вами поговорить. Существует два вида подкормки, это корневая и внекорневая. И для томатов важна и та и другая. Но чтобы не распыляться, я вам расскажу о двух видах подкормки, о корневой и о некорневой, которые вам помогут собрать хороший урожай и необыкновенно вкусные помидоры. Как известно, основными элементами питания для всех овощных культур, в том числе и помидоров, является азот, фосфор, калий. Но одним из самых важных, наверное, микроэлементов, это бор. Является бор. Он влияет на рост, на развитие растения, на количество и качество бутонов. Бор вообще-то это микроэлемент, которым томаты нуждаются в период формирования корневой массы и цветочных кистей. Вот почему я сегодня хочу поговорить о этой корневой, ой, внекорневой подкормке, поскольку она очень важна, когда формируются бутоны, когда формируются вот эти вот ягодки. Посмотрите, это вот у меня висит черри, божья коровка. Значит, взрослым томатам очень важен бор, поскольку он активизирует рост цветочных кистей. Вот они, посмотрите. Он увеличивает число бутонов, он способствует обильному и дружному цветению, предотвращает осыпание завязших плотов, увеличивает способность растения синтезировать другие вещества. В общем, благодаря бору, если вовремя его внести в томаты, то ваши помидоры будут очень-очень сладкими, вкусными. Помимо этого, борная кислота, она увеличивает степень устойчивости помидоров к грибковым заболеваниям. Это мучнистая расафита, фторос, пятнистые листья. Значит, что касается открытого грунта, то бор, он снижает вероятность заболевания гнилями во влажную погоду. Ну и что еще сказать? Ну, самое главное, бор ускоряет созревание помидоров. Это вот проверено временем, однозначно. Так, значит, как я вам хочу сказать, как определить, что есть, хватает вашим помидорам бора или нет? Да очень просто. Видите, скрученные листики. Видите, вот они, скрученные листики. Все, растения, еще они хрустят, как будто подсохшие. Вот, посмотрите, и видите, появились скрученные листики. Это все говорит о нехватке бора. Это не говорит о том, что я запустила растение, просто пришло время подпитать наши томаты бором. Еще один момент, я вам покажу, как можно определить, нужно ли вашим помидорам бор. Пришло уже время его проводить, опрыскивание. Это вот, видите, когда не просто скрученные, а когда складываешь листики, и они ломаются. Прямо, ну, ломаются. Если хороший лист, он сложился и не ломается, то эти ломаются. Так вот, немножечко ситуация запущенная. Ну, хотя как, это же все происходит буквально прям на глазах. Вот сейчас все эти помидоры мы уже будем опрыскивать. И потом я расскажу вам еще, расскажу и покажу еще о том, какой есть хороший способ проводить корневую подкормку, которая увеличивает урожай, сохраняет ваши плоды от всякого рода заболевания. В общем, все еще впереди. Использую я обычную борную кислоту, которая продается в любой аптеке. Стоит она недорого, 15 рублей. И вот этого пакетика хватит надолго. Чайную ложку разводить нужно в слегка горячей воде, то есть чуть выше теплой. Очень важно ее развести, поскольку некоторые люди опрыскивают свои помидоры борной кислотой и при этом наносят очень сильные ожоги. Поэтому предварительно, чем мы разведем борную кислоту с основной водой, мы ее разведем в горячей. Вот я ее развела. И еще немножечко подержу, минут 5, чтобы каждый кристаллик полностью растворился. Видите, уже стала практически прозрачная вода. Вот эту воду, в составе которой есть борная кислота, можно уже выливать в 10-литровое ведро также с теплой комнатной температурой водой. Готовый раствор, разведенный борной кислотой, выливаем в подготовленное ведро с теплой водой и, в общем-то, хорошо размешиваем. И этим средством мы будем подкармливать наши томаты. Как идет обработка, внекорневая обработка томатов? Значит, все традиционным методом. При помощи пульверизатора или другого сподручного средства в вечернее время обильно-обильно опрыскиваются помидоры. Сколько раз вы поймете все на примере. Допустим, если вашему растению уже достаточно будет бора, то ваши листики выпрямятся. В общем-то, выглядеть томат будет здоровым растением. Если еще останутся скрученными листочки, то вы можете повторить это где-то, наверное, через 2 недели. Вообще, краткость 10-14 дней. Но еще раз вам хочу сказать, как недостаток бора, так и переизбытка бора очень вредна для наших томатов. Поэтому соблюдайте технологию. Я вам рассказала, как правильно делать. И, в общем-то, я надеюсь, что вам поможет это. Во всяком случае, если у вас болеет, растение вылечит. Ну, а то, что бор увеличит на 30% урожайность, это уже доказано временем. Эффективна подкормка борной кислотой. Я хочу вам показать на примере. Вот, смотрите, перчик. Мы сегодня 7 июня, а мы уже кушаем болгарский перчик где-то чуть больше недели. Также у нас уже мы употребляем и баклажаны. К сожалению, я большие плоды вам не собрала. Я маме сейчас их уже отдала, она увезла. Но все равно уже и баклажаны. То же самое я могу сказать и о помидорах, которые у нас растут на улице. Вот, чтобы вы понимали, что это на улице. Они также у нас, это вот сорт такой мелкие помидорчики, уже начинают желтеть. В общем, все вскармливание, подкормка томатов и другой овощной культуры борной кислотой очень и очень продуктивно. И вот на примере вот этих вот нескольких кустов, которые проходили обработку бором, я вам покажу, какое состояние растения. Все в идеальном состоянии. В общем, правильная обрезка, правильные грози, зелененькие листья. В общем, никакого скручивания. Почему это произошло? Потому что я обработала этот весь рад еще неделю назад борной кислотой и применила еще одно средство, которое все-таки относится больше к категории народных средств, с применением йода. Сейчас я вам покажу, значит, что это за средство и как его использовать. Передо мной лейка с обычной водой. И я использую в данном случае йод, самый обычный йод. Лейка у нас на 7 литров и сюда мне нужно добавить 7 капель йода. 7 капель йода. И сейчас я вам расскажу, почему. В общем-то, применение йода для помидор, как удобрение, стимулирует более быстрое начало плодоношения. Вот смотрите, вот эти у меня помидоры были политы, то есть корневая была подкормка йодом, значит, после высадки рассады с интервалом раз в 15 дней. Вообще-то такая подкормка эффективна в тех случаях, когда нужно вызвать начало плодоношения в растении, которые по срокам должны уже как бы плодоносить, но по причине дефицита йода этого не происходит. Вообще, польза йода для рассады помидор, так и для взрослых растений заключается в том, что йод помогает прижиться, например, если это касается рассады, принимает участие, в общем-то, во многих процессах, которые происходят в наших томатах. Вообще, йод очень полезен для роста, для правильного развития молодых растений, ну и для взрослых томатов. Вот вам пример, я показываю свои растения, вот они какие-то рослые, у них правильные грозди. Никогда не пренебрегаю использованием йода для корневой подкормки. Если есть недостаток йода в тканях томатов, то появляются различные такие как бы искажения, или, допустим, наблюдается снижение иммунитета, устойчивость к плохой погоде, различным заболеваниям, атакам вредителя. Особенно это ощущает как бы на себе помидоры, то есть томаты, которые начинают болеть такими заболеваниями, как пятнистость, мозаика, корневая гниль, и также фитофтороз, что очень опасен. Поэтому во многих случаях дефицит йода может привести даже к гибели ваших растений. Не пренебрегайте. Если у вас природная такая погода, очень жаркая и засушивая, йод просто вам необходим. Рекомендую обеспечить своевременную подкормку йодом ваших томатов. И опять же это нужно правильно делать. Предварительно смочить почву и только после этого полить ваши томаты. Ну, в среднем где-то пол-литра на растение, допустим, будет достаточно. Главное, что это не сухая. В целом йодом я поливаю всю культуру. И наши синенькие баклажаны, и наш перчик болгарский. В общем, любая культура овощная у меня всегда раз в 15 дней поливается раствором йода из расчета 1 капля на литр воды. Теперь, что касается помидор, которые растут на улице. Вот перед вами помидоры. Я не знаю, не помню сорт, я его называю интимные. Ну, интимные и все. Так мне больше нравится. Я убираю пасынки до цветения. Как только у меня появляются первые цветки, значит, я прекращаю удалять пасынки. Что касаемо подвязки, все очень просто. Я просто вставляю палку и обвязываю веревочкой. Это уличные сорта. А теперь, что касаемо тепличных сортов, как я подвязываю и обрезаю листьев, потому что задают очень много вопросов. Подвязка самая обыкновенная. То есть я никак не подвязываю, а просто сам помидор обворачиваю вокруг веревки. А поскольку помидоры эти высокорослые, то постоянно приходится убирать пасынки. А вот что касаемо обрезки нижних листьев. Это я четко отслеживаю. Сейчас я вам покажу. Видите, вот первые плоды висят. До первой кисточки с помидорами все листья у меня удалены. Абсолютно все листья. Даже если со временем появляется какой-то отросток, я его также удаляю. Вот смотрите, еще один показываю помидор. Видите, висит кисть с помидором. Внизу нет ни одного листика. Вот пошел пасынок растей. Я не знаю, куда я его сейчас удалю. Запустила. Но это нормальное явление. Сами знаете, не всегда за всем можно углядеть. Как только у меня созреет первая кисть помидоров, я срежу ее. Дальше до следующей кисти, также до следующей кисти, я буду удалять абсолютно все. Вот как только. Видите, следующая висит. Все листики будут удалять. Смотрите, следующее растение. Тоже, вот видите, низ абсолютно голый. Ну вот, может, где-то там отросток пошел, удаляю. Как только появилось, начинают листья расти только выше кисточки с помидоров. То есть, вон еще посмотрите вдали, чтобы вы видели. Везде все ниже, до первой кисточки с помидорами у нас нету листьев. Единственное, что мне сейчас необходимо сделать, это мне быстренько необходимо побрызгать вот этим бором наши помидоры. Что я сейчас и буду делать. А вообще, я вам хочу сказать, я привыкла либо к своим сортам, либо к покупным, которым доверяю фирмам. Но вот мне в этот раз подарила соседка помидор. Вот я сейчас вам покажу, почему опасно брать в непроверенных местах. Вот, смотрите. Ну, подарила и подарила, вроде бы как бы от чистого сердца и так далее. Все. Сам помидор меня уже начинает удивлять своей кривизной и так далее. Листья скрутились. Теперь посмотрите, что рядом происходит с помидором. Он тоже весь болит. Ну, нету такого. Раньше никогда такого не было. Я прям вот болезненно отношусь к этому и ко всему. Я, конечно, сейчас начну реанимировать. И 7 июня, а у меня помидоры что в теплице, что за теплицей, они, в общем-то, уже плодоносят и созревают, идут к созреванию. Ну, в общем, такие ситуации возникают. И своевременная, значит, подкормка, своевременный правильный подход, в общем-то, сохранят вашу урожайность. Тут страшного ничего нету. Нехватка бора. Это может случиться у каждого. Вот, закрутились листики. Значит, растениям необходим просто бор. Не могу похвалиться идеальными климатическими условиями, в которых мы проживаем. У нас и бывают холода, и бывают заморозки, когда уже все растет на улице. У нас сильные ветра, сильная засуха и жара. Но я всегда стараюсь применять те методы, о которым я вам рассказываю, что позволяют в итоге собирать хороший урожай. Многие задаются вопросы, как же у вас уживаются несколько видов растений в теплице, очень легко. Вот, пожалуйста, у меня в теплице растут помидоры, огурцы, перчик болгарский, баклажаны. Все в одной теплице. Главное, правильный уход. А как я ухаживаю за своими растениями, я всегда с вами делюсь. У меня также посажены растения и на улице. И, в общем-то, я подбираю варианты, которые подходят и для тепличных условий, и для уличных условий. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, мои рецепты и мои методы ухода за огородом вам помогут и увеличат ваш урожай. А самое главное, сделают ваши овощи вкусными и максимально полезными. Я с вами прощаюсь. Я желаю, как всегда, вам крепкого здоровья и хорошего настроения. Всего доброго, друзья. До свидания.